И она не входит в близкие эмоциональные отношения с мужчиной, чувственные, тактильные. Бессознательно выбирает себе для отношений, например, алкоголика. Он бухает, она находит легитимное объяснение тому, почему я с ним не сплю. Потому что он алкаш, от него воняет перегаром. Это мы снимаем вот эту золотую пыль подвига, когда вы живете с алкоголиками, мои хорошие. Фиксация, что секс – это про боль. Если ты мужчине не доверяешь, или мужчина тебя использовал, то секс будет ассоциироваться с чем-то болезненным. Потому что он видит в своей жене, допустим, либо мамочку, либо дочку. Либо дочку. То есть он застрял в своей позиции, а она в своей. Вот я придурок. Наверное же где-то есть мужик, который после сексуальной близости к павлине импером женщине спину еще полчаса делает кунилингус и отлично себя чувствует. Но это уже мазохист какой-то, знаешь, как ты. Да, может быть тебе хочется сразу так и коснуть. Ну, обними, поцелуй. Развернул я их себе спиной. И таких много. А у него тут скалка, понимаешь, и лицо в муке. Это нормально. И он ее как бы любит, а у нее это мука и слетает с лица. Три года, это что, срок что ли? На гормональной влюбленности она как бы нормально все компенсировала. А потом уже встретилась с настоящностью некой. В порнографии я ничего плохого не вижу. Я не против порнографии. Привет, это Марк Бартон. Рад, что вы смотрите это видео. Сегодня мы будем говорить на очень пикантную тему. Конечно же, будем говорить о сексе, о сексуальности, о женственности, о чувственности. И делать я это буду не один. Сегодня у меня в гостях сексолог, психолог, человек, который способен раскрыть женскую сексуальность, чувственность, анаргазмичность. И не только убрать все блоки установки и отправить вас в удивительное путешествие в страну секса, удовольствия и наслаждения. Дмитрий Гухман. Привет, дорогой. Приветствую тебя. Спасибо, что ты пришел ко мне в эту импровизированную студию, потому что планировали мы снимать совсем в другом кабинете. Но Герман со своим подельником настоял на том, чтобы мы все-таки отснялись здесь. Прекрасное место. Как твои дела? Хорошо. Спасибо, что пригласил. Мне очень комфортно. Комфортно? Супер. Вообще отлично. Я на самом деле не просто так решил записать с тобой, ну это даже не интервью, а наш с тобой диалог, потому что тема секса, она все-таки достаточно табуированная. Люди боятся говорить об этом. Я даже вспомню нашу недавнюю встречу с тобой, когда мы сидели у меня в кабинете и обсуждали один совместный проект. Помнишь? Когда мы затронули тему сексуальности, и там кроме нас с тобой находилось еще много людей. Как-то начались какие-то… Я это называю вскрытия. Вскрытие пошло, да. Кто-то начал смеяться, кто-то прикалываться, кто-то краснеть, кто-то бледнеть. В общем, как только мы начинаем говорить о сексуальности, по какой-то причине срабатывают наши внутренние установки и блоки, кто-то обесценивает сексуальность, кто-то высмеивает, кто-то уходит в агрессию, кто-то замыкается, зажимается в себя. Как ты считаешь, почему тема сексуальности для женщин является такой достаточно запретной? Несмотря на все то, что природа и творец создали женщину абсолютно на такой идеальной форме сексуальности на земле. Мы же не возбуждаемся от какой-то сексуальной походки зебры, например. Хотя, может быть, зебр возбуждается. Носорог от носорожицы. Но все-таки, на мой взгляд, женщина – это самая идеальная форма. Почему бояться? Марк, ты знаешь, совсем недавно самых сексуальных представительниц женского пола сжигали на кострах. Их называли ведьмами. Было такое, да. Да, мужчины, они боятся сексуальных женщин, потому что сексуальная женщина действительно имеет власть. Сожгут вместе сны. Да. Ты знаешь, тут разные могут быть направления, почему женщина подавляет свою сексуальность. Это и религиозные табуы, запреты. Это и отсутствие телесности в воспитании детей. Это и какие-то социальные нормы. Мы все родом, большинство, наверное, кто нас смотрит сейчас, рожденные в СССР, и там секса не было. Ну, ты знаешь, а если посмотреть на современную молодежь, да? Ну, допустим, даже наши операторы, постановщики и звукорежиссеры, они как бы рождены не в Советском Союзе. И мы еще к ним обратимся сегодня. Да, кстати, очень интересующиеся ребята. Обратимся обязательно к ним, может быть, у них есть какие-то затыки сексуальные, может быть, и нет. Так вот, ты сказал просто про детей, про рождаемость, про рождение ребенка в Советском Союзе. А как ты считаешь, детско-родительские отношения, отношения мамы и папы, каким образом влияют на формирование сексуальности? Да, если мы даже берем дедушку Фрейда, этапы психосексуального развития, моральная стадия, анальная, генитальная и так далее, то, безусловно, можно сделать вывод, что если, допустим, ребенок не прошел полноценно одну из стадий своего сексуального развития, то это может привести к проблемам в будущем. Да. Как мама и папа могут подавить в девочке развитие ее сексуальности? Ну, давай начнем, наверное, с самого начала, когда мы появляемся на свет. Первый источник наслаждения – это материнская грудь. Это оральная фиксация такая. Да, да. Кстати, если вы сейчас нас смотрите, вы можете карамельку положить в рот, дорогие женщины, и обратить внимание на свои ощущения. Может быть, у кого-то уже что-то во рту есть, и нет, не карамелька. Да, да, да. Может, люди совмещают приятное с полезным, смотрят наши с тобой эфиры. Может быть, такое? Конечно, и это нормально. И вы обратите внимание, что внизу живота может начаться возбуждение. Это абсолютно нормально. Это источник наслаждения с самого первого момента, когда ребенок появляется на свет, и потом он тянется к материнской груди, примыкает к ней, и вот она жизнь. Это про безопасность. И если мама тревожна, если мама избегающая, отвергающая, если мама забывает девочку, мальчика своего и уходит в суете-сует, ребенок остается один на один. И он не ощущает теплоты, он не ощущает безопасности, он не ощущает груди материнской. Соответственно, идет фиксация, идет некая такая, в общем, мы ставим там акцент с самого детства, что мир небезопасен. И тогда, если женщина, например, ощущает, что этот мир небезопасен, то какой секс? Там же еще видишь очень важные моменты. Допустим, ребенка вообще к груди не прикладывают. Всякое может быть. Какая-то женщина отказывается добровольно от грудного вскармливания, какое-то противопоказано в силу каких-то медицинских показаний. Кто-то, например, очень резко прекращает грудное вскармливание, а кто-то, наоборот, слишком долго перекармливает ребенка. То есть, любая из этих стадий, она сможет привести к определенным нарушениям. Здесь же очень важный момент, связанный с аутоэротизмом. То есть, когда ребенок начинает кормиться маминой грудью, он, в принципе, после рождения еще себя не отделяет от мамы одно целое. И происходит фиксация получения удовольствия от соприкосновения с маминой грудью, сосательный рефлекс. Можно даже очень часто мамы, которые кормят грудью, могут обратить внимание, особенно на мальчика, который сосет мамину грудь, и у него раз, и эрекция. Она еще смотрит, и мужа своему говорит, Гриша, ты глянь, у него уже стоит. Начинаем сексуализировать. А почему это происходит? Потому что ребенок чувствует наслаждение, расслабляется, доверяет, чувствует опору, материнское присутствие. Это как один из элементов. А если взять, например, уже период более старший, когда дети, например, начинают играть со своими органами. Девочка сидит и разглядывает клиторочек, внешние половые губы, внутренние, она что-то пытается найти, кто-то себе что-то засовывает. Мама и папа могут резко пресечь, наругать, ударить по рукам, например, или сказать, что бессовестная какая-то. Ну, это вообще типичная ситуация, потому что родители боятся, что дети рано начнут жить половой жизнью, сексуализировать что-то и так далее. И они свои собственные страхи прикладывают на ребенка. Но когда ребенок играет со своими половыми органами, он изучает этот интерес, это познание мира. Главное, чтобы он не совмещал с кубиком Рубика, а все остальное, в принципе. Это чтобы безопасно было, да? Да, чтобы было безопасно, чтобы в пылесос он не ссувал свои, соответственно, органы, и чтобы все было хорошо. Ты знаешь, я бы хотел еще, Марк, добавить по поводу первого этапа, мои хорошие. Даже если у вас нету на данный момент, там, или не было кормления грудью, это не приговор. То есть это не значит, что ребенок вырастет с травматизацией. Если вы тактильно обнимаете своего ребенка, если вы телесно все время даете ему вот эти поглаживания, то это все очень хорошо компенсируется. Если вы рядом первый год, то все окей. Вы можете кормить с бутылочки, но мама должна быть рядом, и тогда сильных таких травм никаких не будет. Если она его держит еще на руках, он чувствует ее тело, дыхание, тепло. Да, грудь все равно есть. Я читал тоже одно исследование интересное, где репродуктологи, психологи рекомендуют женщинам, которые на искусственном вскармливании растят детей, делать это в топлиц. Женщина раздевается, присутствие груди фактическое, ребенок чувствует тепло маминого тела. И если это даже происходит с бутылочкой, ничего страшного. Выстраивается контакт, нейроны вырастают таким образом, что у меня есть связь телесная. То есть я могу с человеком выстраивать близость, близкие отношения. Это про доверие. Если же происходят какие-то агрессивные действия в сторону ребенка, его оставляют, или отдали на долгое время бабушке с дедушкой, или еще что-то произошло, то в дальнейшем женщине, да и мужчине, неважно, очень сложно входить в близкие доверительные телесные отношения, потому что нету доверия. Близость это про боль. Я не буду доверяться, потому что там больно. С самого детства это все взращивается. Поэтому очень важно, мои хорошие, позадавать вопросы родителям своим и выяснить вообще, что было, чтобы понимать, с чем работать. И в дальнейшем, конечно, воспитание детей ставить акцент на безопасность. Ты сейчас сказала по поводу того, что в дальнейшем близкие отношения будут небезопасными, будут вызывать страх. Ты же представляешь, какое количество женщин, и мужчин в том числе, живут в состоянии дефицитарной сексуальности. То есть, например, когда мы сейчас, ну, я коротко прям просто объясню, то есть, состояние дефицитарной сексуальности, когда либо мужчина, либо женщина бессознательно делают все возможное, чтобы избежать близости. И она не входит в близкие эмоциональные отношения с мужчиной, чувственные, тактильные. Бессознательно выбирает себе для отношений, например, алкоголика. Он бухает, она находит легитимное объяснение тому, почему я с ним не сплю. Потому что он алкаш, от него воняет перегаром, он блюет на простыне, я не могу в бливотне заниматься сексом, не возбуждаю. А потом, еще на чувстве вины, будет следующее утро, она может и денежки взять из карманов, забрать, и потом весь оставшийся день его тюкать, пока он не напьется. То есть, самоутверждаться за счет этого алкоголика. Поэтому мы снимаем вот эту золотую пыль подвига, когда вы живете с алкоголиками, мои хорошие. Да, здесь безусловно, когда сила золотая пыль и подвиг, ну, тут уже нужно говорить не только про нарушение психосексуального развития, а про ту же ролевую установку спасателя, когда женщина выбирает себе такого явно выраженного лузера, и на его фоне выделяется. И этот комплекс спасательницы мешает ей выстроить гармоничные сексуальные отношения. Но это уже следующие этапы развития ребенка. То есть, мы можем какой вывод сделать? Что если девочка находится в семье, где с самого рождения она не почувствовала базовую безопасность, опору внутри себя, свою принадлежность матери и отцу, у нее в дальнейшем могут быть проблемы. Например, одна из форм ревности, когда женщина переживает такие прям панические приступы страха, что она потеряет партнера, они тоже в какой-то степени связаны с отсутствием базовой опоры и безопасности. Потому что, когда она только допускает мысль, что мужчина сейчас уйдет, у нее поднимается страх, как будто она умирает. Да. И тут контроль, 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 контроль. Этот контроль она несет в постель, не может расслабиться, не может получить удовольствие. Мужчина это считывает. В итоге это может приводить к большим проблемам. У женщины, если сильная повышенная тревожность, то о ее сексуальности говорить очень сложно. То есть она в принципе, женщина, которая тревожная, живет с постоянным страхом. Мы же верим в то, что Wi-Fi есть, правда? Да. Он же как-то передается, мы же его не видим. Так же энергия мужчины и женщины. Получается, мужчина ложится в постель, и вместо сексуальной энергии он там подхватывает страхи, какие-то переживания. На тревогу, что его женщина тревожится, не может с ним расслабиться. А у мужчины на тревогу. И вот они подсели на тревогу. Они вдвоем, получается, находятся в такой деструктивной связи. А как ты относишься к секс-просвету такой, да? Сексуальное просвещение детей и родителей. Но все-таки, как я узнавал про секс? Вот я могу поделиться своими даже историями. Мне в каком-то в определенном возрасте, лет, наверное, 13-14 стало интересно, стало интересно, откуда берется сексуальная жизнь. Вообще не сексуальная жизнь, а как мужчины и женщины вообще знакомятся, сходятся, что они делают, что значит поцелуй, а можно ли поцеловать девочку и заразиться с ПИДом? Знаешь, этот вопрос самый распространенный был, по крайней мере, в моем окружении. А почему так произошло? Я родился в Советском Союзе. И вот как раз развал Советского Союза. Представляешь, мы гуляем с ребятами во дворе и за домом находим вот такой огромный фалоимитатор черного цвета с красной крышечкой. Потрясающе. И мы останавливаемся толпой, там были мальчишки и девчонки, мы там вместе ходили гуляли, 12-13 лет, представляешь? И лежит эта дылда огромная, ну и там кто-то смелый сам и подхватил, он такой, о, смотрите. И мы начали бегать с ним вместе, как бы и шутить над всеми. Пацаны бегали, бросались в девчонок, пугали, потом девчонки забирали, бегали. То есть, в принципе, для нас это было какое-то веселье. Я понимаю, что, как бы отклонением не назовешь. Ну а почему? Потому что вот эту информацию о сексе и о том, что происходит между мужчиной и женщиной, мы получали откуда? От старших товарищей, от случайно подслушанных разговоров каких-то. Потому что я себе, например, не мог представить ситуацию. Я подхожу к маме с папой и говорю, бать, расскажи мне, а как правильно заниматься сексом? Я, например, боялся этого. Вот ты как считаешь, должны родители и в каком формате объяснять своим детям, что такое сексуальность, откуда берутся дети, что такое сексуальное возбуждение, что такое эрекция, полюции ночные. Мальчик просыпается, а у него там, извини меня, не все, как он привык видеть. Да. Если эта тема будет сильно табуирована в семье, то там, где есть запреты, там растут мифы, и там сильная тяга появляется. И, соответственно, информация идет искаженная. И вот то, что мы получаем, то и получаем. То есть, ребенок, если не получил информацию в доме, идет получать ее где-то в другом месте. Да. Да. И у него жажды еще больше. И, соответственно, он находит информацию еще интереснее, как ему кажется. Я все-таки склоняюсь к тому, что правильнее, если ребенок приходит и спрашивает, мама, откуда вообще дети берутся, не надо говорить... Отправить его за хлеб. Пусть хлеб. И не за хлеб. Не забивай голову. И не за хлеб. Это шутка. Но это тоже, на самом деле, тоже инструмент перевести внимание. Если вы чувствуете, что не готовы на эту тему разговаривать. Если все-таки готовы, то про аистов и про капусту история, ну, как бы, не очень. Потому что там много фантазий. И ребенок сталкивается с реальностью, он будет чувствовать ложь. Очень многое множество зависит. Обманутым. Все-таки, можно сказать, ну, я нашла тебя в роддоме. Нашла тебе... Тебя принесли мне в роддоме. Я... Ну, ты у меня появился... А как ты попала в роддом? А попала... Мы с папой очень сильно любили друг друга. Вот. И в спальне мы любили друг друга. И ты появился. А как это любили друг друга? О, это уже хороший вопрос. И здесь, если действительно... Обычно все заканчивается на роддоме. То есть, я... Ты у меня появился в роддоме. Все, он пошел. Или она. Все. Достаточно. Если ребенок спрашивает, а как, а что, а покажи, а расскажи, здесь уже на самом деле ребенок дает понять, что я готов. Тогда покажи мне. Картинки, все. Ну, здесь важно еще, как я говорил уже, обратить внимание на возраст, на степень готовности ребенка к данной информации. Но в любом случае, задача родителя не высменить, не обесценить, не перейти на агрессию. Никаким образом не подавить интересы ребенка. Детапуировать не запрещает. Если не способен ответить сразу на вопрос, лучше сказать, например, давай мы попозже об этом поговорим. Сегодня, но попозже. Я сейчас закончу все дела, потому что этот вопрос очень важный. А если ты не можешь и не понимаешь, как на него ответить, опять же, сейчас давать обобщенную рекомендацию мы тоже не можем. Естественно, задать себе, подумать, как ты можешь ответить грамотно. Залезь в интернет, переспроси, напиши психологу в инстаграм. В любом случае информацию можно найти в открытых источниках. Очень многое зависит от возраста. Просто если мы сейчас начнем давать рекомендации, как в соответствии с таким-то возрастом отвечать ребенку на вопрос, мы запутаемся. запутаемся. ребенку не будет интересно в 5-6 лет, как весь технический процесс происходит. Ему важно, мам, откуда я, где я, кто я и так далее. Здесь можно ограничиться простыми какими-то местами. Как это произошло, не входя в детали. Любовь. Мама, папа. Без аиста и капусты. Потому что это получается такая ложь. Смотри, давай с детьми заканчиваем. Мы же с тобой не детские психологи. Заканчиваем с детьми и уходим уже к такому возрасту, когда произошла репродуктивная зрелость, сформировалась либидо, либо не сформировалась. Человек уже более-менее понимает и осознает свою сексуальную конституцию и встречает партнера. Первый сексуальный опыт. Как может повлиять на женщину? Может ли он сформировать у нее какие-то запреты, какие-то комплексы? Неуверенность в себе? Да. И каким образом вообще не буду возвращаться к родителям, ладно, проехали, забыли про них. То есть каким образом вообще женщина может сформировать определенные страхи близости с мужчиной, которые будет применять в дальнейшем? Марк, нам придется все время возвращаться к родителям. Без этого никак. Если мы раскрываем тему сексуальности, то здесь в любом случае мы будем возвращаться к ним. почему первый опыт очень важен? Потому что она фиксирует его на всю жизнь. То есть женщина в итоге может почему башню нам сносит? Потому что мы входим в проекцию. То есть когда мы выбираем партнера головой, там все ровненько, стабильно и гармонично. Там нету таких сильных эмоциональных чем можно выбирать его. А можно низом живота. И обычно подключаются туда бабочки в животе, меня подкидывает, накрывает, я не могу надышаться. Да, и когда сильные гормоны, когда очень сильные гормоны, можно говорить, что женщина или мужчина въезжает в некую проекцию. То есть там очень сильная, сверхценная потребность в любви появляется. То есть она жила нормально, нормально, и потом какая-то кнопочка нажимается, ее накрывает, и очень хочется быть с ним, захватить его, чтобы он принадлежал и так далее. Так вот, это значит то, что мы въезжаем в некую проекцию. Либо первого сексуального опыта, либо гипальный конфликт. То есть либо проекция на родителей, на маму и папу. Либо на партнера, с которым был первого сексуального. Да, первый сексуальный опыт с партнером, либо на маму и папу. И здесь мы как бы смотрим, как специалисты. Тебя подкидывает и накрывает из-за чего? Из-за первого опыта, потому что он отлично подходит к первому твоему любовнику, либо к маме и папе. И если это первый любовник, там, 14-16 лет. Не дай бог, 14. Да, но если девочка начинает мастурбировать или мальчик начинает мастурбировать, да, а это обычно происходит где-то вот в этом возрасте, 14-летнем, если очень сильно затягивает женщина с первым половым актом, то есть вот с близостью с мужчиной, то идет концентрация на руках, на вот то, что я сама себя удовлетворяю, и чем дольше женщина или мужчина мастурбирует и не входит в близкие отношения половые с другим человеком, то потом сложно вообще построить близкие отношения с другим человеком. Поэтому, если уже есть готовность заниматься сексом, то пора выходить замуж. Да. Очень важный момент. Мы еще вернемся к мастурбации обязательно. По поводу проекции. Еще, по поводу проекции как раз. Почему очень важен первый опыт? Потому что, если он был болезненный, то идет фиксация. Фиксация, что секс это про боль. Если ты мужчине не доверяешь или мужчина тебя использовал или какая-то травматизация была сильная во время полового, сильная, про насилие, то секс будет ассоциироваться с чем-то болезненным. Смотри, я предлагаю так сделать. Мы сейчас тему проекции и фиксации первого опыта оставим, но поставим на паузу. Да, да. Потому что в дальнейшем, по плану, который у меня в голове по сегодняшнему общению, нам еще придется вернуться, когда мы будем говорить про разницу психологического состояния женщины в стадии сексуального возбуждения, различия между сексуальными конституциями, мы все равно вернемся. Вот ты начал говорить про мастурбацию, да? Ты даже себе не представляешь, я уверен, тебе такие же вопросы задают, сколько женщин мне пишут, что их мужик дрочит, смотрит порнуху и ее не удовлетворяет. Да. Вот давай просто представим себе эту картину. Причем женщины пишут, молодые, они готовы, они в самом расцвете сил, они готовы к ярким сексуальным отношениям, а он сидит, смотрит порно, удовлетворяет себя, она как бы неудовлетворенная сама по себе, засыпает там с книжкой, я не знаю, или с котом, или с сапками своими мохнатыми, и все. Почему? А давай начнем с кого, с мужчины или с женщины? Давай с мужчины, а вот женщину оставляем в покое. А, все. Ну, мы затронем ее еще. Давай вот с него начнем. Давай. Мне просто интересно твоя позиция, я немножко свою выскажу. Давай, давай. Если мужчина начинает строить отношения с женщиной и он все-таки увидел в своей женщине больше маму, то есть гормональный фон уходит на задний план и он встречается с личностью. И, скорее всего, он строил отношения изначально со своими фантазиями, иллюзиями, а потом въезжает в такую некую тактику, что моя женщина это вот женщина-мама, женщина-хозяюшка, боевая подруга, единомышленница. Но не любовница. Да. То есть он в ней видит как бы Марию, но не видит ту развратницу, ту похоть, ту страсть, которая зафиксировалась у него там с самого раннего детства. есть. Нет, я с тобой согласен. Чтобы наши зрители понимали, о чем будет речь. Есть эго-состояние, то есть те части психики, через которые человек может выстраивать отношения. Мужчина, например, может сформировать родительскую позицию, такой папик, естественно, нашел себе женщину, не женщину, а девочку. Да, либо девочкой. Либо, да. И что получается? Он сидит там занимается самоудовлетворением с своими фантазиями и женщинами, которых он видит, а в своей не видит женщину. Потому что он видит в своей жене, допустим, либо мамочку, либо дочку. Либо дочку. То есть он застрял в своей позиции, а она в своей. И они не соприкасаются. Очень часто сама женщина провоцирует это, делает все возможное, чтобы мужчина закрылся у себя в офисе или в кабинете и начал мастурбировать. Вот и такое тоже может быть. Мы сейчас об этом, конечно, поговорим. Знаешь, очень интересные моменты. Вот как раньше мужчины, мальчики, парни говорили между собой про секс. Я там чпокнул, ту. Вот фраза чпокнул. Ты представляешь, сексуальная близость с женщиной настолько многогранна, настолько красивая. И сам мужчина-то он очень чувственный. Понятно, что влияние на эрогенные зоны у нас немножко разное, но в любом случае мы мужчины чувственные. Но когда нам навязывается такое, знаешь, отношение к близости, где игнорируются прелюдия, ощущения, эмоции, чувственность, то безусловно, вот это жесткое, такое окаменелое восприятие близости с женщиной, оно переносится и в отношения. Мужику кажется, что от того, что он снял штаны и она увидела его болт либо пипетку, должна сказать «Вау, господи, бросай все свои дела, как лет и потом побежала к нему, там минета ему идет». Да нет же. Нет. А он-то смотрит и эта же картинка переносится им в его потребность просматривать порно. И здесь очень важный момент. Никто не говорит, что самоудовлетворение является отклонением, если это происходит редко. Да. Да? Если же мужчина самоудовлетворением занимается регулярно, то есть у него уже зависимость сформировалась, это проблема, которую он сам не хочет признавать. Да. Сломалась, там сломано все, и либидо сексуальное, и сама сексуальная конституция, и психика, и дофаминергическая система. Я как-то уже записывал на эту тему видео, но его удалили нафиг почему-то, я не знаю. И очень простая ситуация. Вот я тебе приведу элементарный пример. Мозг фиксирует степень сжатия атмосферной руки мужского члена на собственном, руки на собственном члене. Да. Эта фиксация отличается от давления, которое может обеспечить женщина. Женское влагалище. Понимаешь? Да. Только вот на этих двух показателях у него уже может что? Быть барьер, вступать с ней в близость. Он не может получить оргазм, не может. Да. А еще я тебе, подскажу, очень важную вещь, которая будет интересна нашим зрителям. Сам процесс возбуждения сексуального мужчины и женщины, да? Он разный. То есть мужчин, это нужно запомнить раз и навсегда, и мужчинам, и женщинам. то есть мужчина идет в близость с женщиной сексуальную для того, чтобы получить сексуальную разрядку. Да. То есть он накопил в себе много энергии и пошел для того, чтобы разрядиться. Женщина, наоборот, в близости заряжается. То есть она, занимаясь сексом, заряжает себя сексуальной энергией, которую в дальнейшем постепенно, постепенно, постепенно отдает мужчине. И получается проблема какая? Мы разные по природе. И когда мы идем соблазнять женщину, мы думаем, что она должна так же отреагировать, как и мы хотим, понимаешь? А ей-то совсем по-другому все необходимо делать. А о чем это говорит? Что очень многие люди, которые называют себя умными, образованными, специалистами, зарабатывают деньги, рожают детей, они ни хрена не понимают, что такое сексуальный интеллект. Да. В чем разница в мужской, женской сексуальности. Им проще обвинить друг друга, там, ты бревно, а у тебя там вообще фантазии сексуальной нет, нежели узнать себя. Да. И я очень часто встречал семейные пары, где, например, только лишь за счет корректировок, внесенных в сексуальные отношения, я имею в виду сейчас понимание и знание, которое мы можем дать людям, люди спасали свою семью. В прямом смысле слова. Потому что мужчина пришел разрядиться к женщине, начинает к ней приставать, а она стоит готовит обед. Он уже готов, то есть ему что? Ему нужно войти в женщину и получить разрядку. Когда она ему говорит, я тебе не могу ответить взаимностью, на него находит агрессия. Да. Он начинает злиться, да ты чё, блядь, так чё мне пойти любовницу найти? Он что делает? Они ругаются, либо он уходит в детскую позицию, обижаются, либо он идет, удовлетворяет себя рукой и оставляет ее в покое. А мужчина должен понимать, что если я подхожу к женщине, уже готовой к сексуальной близости, она никогда в этот момент не готова, если я заранее не постарался. Конечно. Поэтому задача ее немножечко, немножечко завести. То есть, если у мужчины пик сразу же, он входит, моментально, можно сказать, раз, приподнялся, я уже готов, то у женщины нужно разогнаться. Секс начинается в голове и моя рекомендация всем своим мужчинам сказать, что давай-ка сначала начнем секс вот здесь. Что-то для этого сделай. И поэтому для женщины прелюдия, она максимально важна. Ей нужно раскрыться перед тем, как входить уже в основной акт. А мужчине, вот у него раз встало и все. Кстати, почему вот в продолжение того, что ты говоришь. То есть, мужчина как раз он приходит в постель отдать свою энергию, а женщина принять. Когда мужчина отдал, он отдал все. И он закрывается. Ему нужно отдохнуть. А женщина получила. Ей хочется обнять, поцеловать, придерживать. Что-то он не отвернулся. Да. Не хочет со мной поговорить. А он лежит реально на боку и думает, вот я гоблин. Вот я придурок. Наверное же, где-то есть мужик, который после сексуальной близости, павлинием, пером, женщине спину еще полчаса обрабатывает. И делает кунилингус и отлично себя чувствует. Но это уже мазохист какой-то. Знаешь, как он. Серьезно. Да, мои хорошие. Поэтому вся прелюдия и оральные ласки делаем до того, как мужчина получил оргазм. До того. Это очень важно знать. Конечно. Потому что, ты знаешь, сколько семей конфликтуют из-за того, что они занимаются любовью, а женщина, она какая после этого? Ей хочется поговорить, ей хочется пообниматься, ей хочется порассуждать. А у него уже неожиданно, и не только по поводу секса, и про забор, как покрасить, и какие обои в спальню в следующем году поклеить. А нам-то что? Я отошел ко сну, потому что мне нужно набраться сил. Меня нет. Она-то обижается? Да. А еще, а сколько этих мемов разных в интернете, что вот мужчина, она лежит после секса, нахмуренная, злая, а он спит на боку. То есть, в этом нет ничего страшного. Мужчины, вы любите своих женщин, даже если после оргазма вы почувствовали какую-то агрессию, раздражение по поводу к своей женщине, это гормоны. Это не значит, что вы не любите свою женщину. Просто это физиология. Поэтому успокойтесь. Еще очень важный момент, но даже если так наша природа устроена, это как рекомендация мужчинам. Если ты занимался женщиной, любовью, ты понимаешь, что твоя природа, да, вернусь и уснуй. Скажи приятные слова, обнял, поцеловал, и все. Ты же, когда зарплату получаешь начальника на три буквы не посылаешь, все, я пошел. Ты выстраиваешься. Вежливо выходишь из кабинета. из кабинета выходишь. Ну так, женщина, это больше начальника, да, может быть, тебе хочется сразу отойти ко сну, но обними, поцелуй. И это видео покажите своим мужчинам, чтобы они понимали, чем в чем. Еще очень важный момент, который я хотел с тобой обсудить. Мы сейчас поговорили про сексуальные, ну, про этапы сексуального возбуждения, да, вот если еще более тонко затронуть эту тему, эрогенные зоны. Да. То есть, если мы берем женщину, мы к ним аккуратно подкрадываемся, задевая области прилегающие, то есть, мы сначала берем, захватываем территорию, которая находится около эрогенной зоны, а для нас, наоборот, важно, чтобы женщина сразу к центру нашей сексуальности, да, то есть, гениталии, какие-то эрогенные зоны, которые явно реагируют на возбуждение, то есть, нам как бы там долго подходить, там, начинать массировать пяточку, а потом икроножную мышцу, а потом хочется сразу как бы подлиже подтянуть, но это нормальное явление. Потому что мы чаще всего держим свой половой орган руками, и самый-самый эрогенный, так сказать, это вот он, и у женщин немножко все по-другому. И здесь же тоже часто конфликты, то есть, многие мужики думают, что если я сейчас подойду и прихвачу свою женщину за клубничку, она сразу сделает, понимаешь, что жду я как хочу. Это то же самое, что он опять, вот женщины и мужчины, которые смотрят наше видео, объясните своему мужчине, что если он без предупреждения берет вас за половые органы, то же самое, что таксист вас взял за половые органы, то есть, ощущения, контекста нету. То есть, если мужчину можно без контекста взять за половые органы, у него раз уже, что-то пошло, то есть, то женщине, ей нужна безопасность, ей нужно доверие, ей нужен контекст. Если контекста нету, то как бы ты ни брал ее за половые органы, она может почувствовать вообще болевые ощущения, это очень разрушит отношения. А, кстати, как ты относишься... Женщины, которые любят агрессию, мы сейчас не про вас, то есть, мы меняем роли, но все равно, когда женщина хочет агрессивного секса, она готовится к нему, то есть, у нее есть готовность, и это отговаривается. Смотри, здесь же опять же таки, да, понятно, что природа природы, ситуации разными могут быть. Да. У женщины может действительно в результате, например, какой-то гормональной перестройки, либо приближающейся овуляции, да, наступает сексуальное возбуждение, она более податлива на соблазны, потому что многие пикаперы даже это используют, не пикаперы, а мужчины, которые хотят там соблазнить женщину, например, она не отдается, он какими-то окольными путями вычисляет, когда у нее начинается овуляция, чтобы в эти дни намекнуть, идти там приобнять, создать романтическое настроение, потому что женщина в этот период наиболее податлива, ее соблазнить проще. И получается, что бывают же спонтанные желания у женщины, потому что женщину нужно постоянно подготавливать к близости. Да, конечно. И... Мы берем общую температуру по палате. Да, да. Но есть исключения, есть категория женщин, которым нравится, вот он зашел сходу, развернул ее к себе спиной, и таких много. А у нее тут скалка, понимаешь, и лицо в муке. Это нормально. И он ее как бы любит, а у нее мука и слетает с лица, понимаешь, на плитку. Вот это. Поэтому тут важно понимать, что исключения всегда могут быть, и это прекрасно. очень классный еще момент, тоже хочу обсудить его с тобой. Смотри, для мужчины вход в отношения, то есть мужчина пробуждает любовь к женщине через сексуальную близость с ней. Да. А женщина пробуждает сексуальное желание к мужчине через любовь, которую она получает от него. Да. И здесь мы немножечко разные. Если у мужчины сначала появляется желание заняться сексом, а потом он начинает искать объект, и в итоге у него появляется влечение, после влечения идет близость, развитие отношений и любовь, то у женщины все начинается не с желания заняться сексом, то есть у мужчины с желанием заняться сексом, а у женщины с влечения. То есть сначала должен появиться объект, а потом уже и появляется желание заниматься любовью и сексом. И здесь мы немножечко различаемся. Хотя многие сексологи по-разному говорят, но я склоняюсь все-таки к этому. И здесь вот мы отличаемся. То есть мужчина идет на секс, а женщина идет на личность. Ей важны личностные качества, характер, чтобы она ощущала себя рядом с ним комфортно, и она хочет отдастся ему, потому что он классный, потому что мне с ним хорошо, и я хочу, чтобы он был рядом. То есть она находится на работе, а время 12.00, например, и она получает смс-ку. «Хотел тебе сказать, что ты у меня самая красивая». В этот момент у нее начинается разогрев ее сексуальность. Она понимает, меня любит. Да, появился объект. А у него сначала, опа, что-то там... А у него, да, сначала... Смс-ку написать. Смотри, а потом он через полчаса присылает там еще что-нибудь. А потом он ей говорит, а пойдем прогуляемся. А пошли в ресторан сегодня. А давай зайдем, купим тебе кофточку. Да. А давай зайдем, купим тебе любимое пирожжино. То есть для нее... Уже секс начался. Да, она уже подготовилась к ней. Уже секс начался в этот момент. То есть здесь важно мужчине понимать, что если ты хочешь женщину, это ее природа такая. Что ты не сможешь ее возбудить только сексуальным посылом, если она не прочувствует там любви. Да. А мужчину, в принципе, бесполезно вызывать на какую-то романтику. Мы сейчас говорим про семейные отношения, не про случайных людей. То есть получается мужчина приходит домой, он заряжен на разрядку. Естественно, мужчина, задача которого разрядиться сексуально, он в данный момент времени не готов воспринимать вообще ничего. Ни разговоров, ни обсуждений, ни просьб. А она там еще стоит, ему в глаза заглядывает. А мы мне шубку купим перед близостью. Он как бы все, не трогай меня. Вот после того, как он разрядился, с ним можно о чем-то поговорить. За те две минуты, пока он не уснул. Если успеешь, не повезет. Но это очень важно знать людям. Очень. Очень важно. Ты знаешь, секс для мужчины и женщины, они разные. Они по природе свои разные. Ну конечно. Если секс для женщины это эмоциональная и духовная близость, то для мужчины это телесная, интеллектуальная, я тебе даже скажу, и физическая. То есть здесь мужчина удовлетворяет свои физические потребности. В первую очередь это как еда. То есть если женщина наказывает мужчину сексом и жестко это делает, она лишает его еды. И если мужчину лишать еды, то он становится очень злым и агрессивным. И мужчина к отсутствию секса относится очень болезненно. То есть у нас секс с самого начала. Как только у нас там все созрело, все, у нас всегда секс был. Всегда. Сначала он был с рукой, а потом появился с женщинами. Ну вот так вот. Если нет женщины, будет рука. Тут как бы... Или другая женщина. Или другая женщина, да. А вот разница в сексуальной конституции. Например, женщине нужен секс 4 раза в неделю. А мужчине нужен секс 1 раз в неделю. И вот у них скандалы постоянно. Она говорит, хочу, мне надо, давай. А он говорит, я не готов так часто. И здесь очень важный момент. Опять же таки, возвращаясь к природе женщины. Обратить внимание на то, каков ритуал сексуальный вообще. То есть если, например, мужчина и женщина занимаются сексом, где мужчина исключительно через свою природу, он разрядился и как бы и все. То есть сделал свое дело, она там получила удовольствие и закончили. То есть степень психологической, психологической удовлетворенности от такой близости у женщины не будет. То есть здесь очень важно семье прийти к определенным договоренностям. То есть когда мужчина и женщина договариваются о некой ритуальности сексуальной. Что вот женщина говорит, для меня важно, когда ты меня подготавливаешь к близости заранее. Для меня важны вот такие и эрогенные зоны. Для меня важна вот такая часть прелюдий. Вот это, вот это, вот это. Это сексуальный интеллект. Да, это есть интеллект сексуальный. Мужчина говорит, для меня важно вот это, вот это и вот это. Понятно, наша задача побыстрее. Раз, два, три. Кстати, по поводу быстрее мы сейчас еще поговорим. И как бы пойти заниматься своими делами. Девочки, ставьте, пожалуйста, лайки и комментарии. Вот здесь вот внизу горячая тема. Мы стараемся для вас. Мы не только сегодня будем стараться. Мы будем теперь часто стараться. Так вот, очень важный момент. Смотри, то есть когда люди договариваются, они обсуждают это все. И женщина входит в сексуальную зарядку, не игнорируя своих потребностей. То есть там и прелюдия, и подготовка заранее происходит. Да. Она в сексе получает такое удовлетворение, такой заряд, что скорее всего потребность в очень частой сексуальной близости, она может даже сократиться. То есть для нее будет важно получать качественный секс, нежели не качественный, но частый. Да. И там смотришь, у них было четыре раза, ей нужно четыре раза в неделю, а тут раз до двух сократилось. А еще важный момент, когда мужчина входит в эту ритуальность женщины, помогает ей раскрыть сексуальность, он и свою подтягивает. И тогда и ему станет интересна близость, и они плюс-минус там выровняются. Да. И конфликтов не будет. Ты сказал, знаешь, про что? Как ты относишься к быстрому семьеизвержению? Ты просто сказал про быстро. Ты знаешь, сколько мужиков мучаются? Да. Они из-за этого боятся ложиться женщинам в постель, они замыкаются, у них куча комплексов, начинаются проблемы с простатитом, психосоматикой и вообще с кукушкой не все хорошо. Да. Страх. Я вхожу в отношения с женщиной сексуальной, засунул два раза и... И пошел. Ты знаешь, ты вообще сложный пример привел. Недавно клиентский случай. Было у мужчины высокий сексуальный темперамент, а у женщины она уже подустала. Гормональный фон ушел, больше трех лет вместе. То есть, если она... Три года, это что, срок, что ли? Ну, на гормональной влюбленности она как бы нормально все компенсировала, а потом уже встретилась с настоящностью некой и осознала, что устала заниматься каждый день сексом, а то и по два. Он тревожный такой тип. Ну, как мартышка-верветка, знаешь? Да, вот у него чуть-чуть, сразу с утра проснулся, раз ее сжал и все. И вот пока не произойдет это, он как бы не идет зубы чистить. Его кошмарит. Еще с нечищенными зубами. Да, представляешь? И вечером заснуть не может. И вот он все время тулится, тулится, тулится. И как бы ей нормально было, ну, желанное же, да, классно. А потом она уже подустала. И вот здесь с мужчиной попроще. То есть, можно как-то договориться, чтобы он пошел в душе, да, удовлетворил себя, либо это какие-то оральные ласки время от времени. Ну, то есть, чтобы он... Ну, это же может быть массаж. Массаж, да. Все что угодно. Да, да. И все-таки, ну, рука очень так близка для мужчины. Может справиться, если любит. Да, и женщину не хочет сильно уже из нее все соки вытаскивать. А вот ты, пример, сложнее привел, когда у женщины высокий сексуальный темперамент, а у мужчины нет. И, соответственно, вот женщине нужен объект. То есть, если мужчина нормально вот может справляться с рукой, да, мастурбируя, то женщине сложнее. Ей нужна телесность. Ты же понимаешь, что иногда вот эта гиперпотребность в сексуальной близости у женщины напрямую связана и с ее низкой самооценкой. Конечно. И с телесными блоками. Сто процентов. И с неуверенностью в себе она может оценивать и определять степень своей значимости для мужчины его отзывчивостью на ее запрос в сексуал. То есть, если он как бы отзывается, значит, я нужна для него. Он же увидит во мне женщину. То есть, многие женщины даже не осознают, что она свою повышенную конституцию сексуальную бессознательно использует для подтверждения своей значимости. Сияние с партнером. И если этого не будет, она будет очень тревожной. Тогда здесь нужно работать не только над сексуальной конституцией. А с ней лично. И еще и над ее установочками, над ее самооценкой. Конечно. Над ее эмоциональным интеллектом. По поводу быстрого семяизвержения у мужчин. Раз мы затруднули, надо эту тему обязательно проговорить. Да, давай. Так как, я почему, видишь, мы с тобой начали говорить про отношения в детстве, родители, подростковый, там, пубертатный период, когда мальчики узнают про секс. У многих мужчин сексуальная тема сексуальности табуирована. Да. То есть, многие мужики себя считают мужиками, потому что у него есть член, и что он там переспал с каким-то количеством женщин. Но когда ты с таким мужчиной начинаешь разговаривать с точки зрения психотерапии, там, сексологии, ты понимаешь, что перед тобой инфантильный чувак, закомплексованный, даже если он мега супер брутальный, который не способен вообще понимать, что такое близость. Да. Потому что сексуальность, она же напрямую отражает отношения мужчины и женщины. Равно как и отношения мужчины и женщины переносятся в сексуальную жизнь. Что происходит с таким человеком? То есть, так как по природе мы получаем сексуальный разряд, он как бы не понимая своей собственной природы, проживая какие-то страхи, возможно, чувство вины, какие-то табу и запреты, он старается быстрее избавиться от этого состояния. Он заходит, это как одна из форм, да, он ложится в постель женщины и понимает, что, возможно, там, секс это грязь, секс это грех, секс это запретная тема. У него происходит быстрая эокуляция, то есть, он просто-напросто не сдерживается. Да. И женщина страдает. А раз мы начали говорить про мужскую, анаргазмия женская. Сейчас у нас женщины смотрят, тут больше 50% знать не знают, что такое оргазм. Да. Что им делать? Ну, во-первых, первое, секс это не про оргазм, руш-облоны мои хорошие, секс это про близость и наслаждение, и так уж идеализировать оргазм я не рекомендую. А вот про близость, про доверие, про кайф в постели, про безопасность, про честность, настоящность, когда вы идете в постель, не доказывает друг другу что-либо. А я вот так могу, а я вот так, а я вот так, а я так, а смотри, как я еще умею. Да, да, да. Подлетело, приземлило. А еще я посмотрела пару фильмов эротических и закрепила себе, что секс должен быть вот такой, а мужчина-бедолага с 14 лет смотрит порнографию, и он должен показать себя вот так вот, если он не соответствует ожиданиям, то он не особо лицом там стоит. Да, 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 да. То, ну, получается, секс это уже не секс, это уже какая-то игра актеров, где если мы не соответствуем ожиданиям, то и удовольствия нет, и понятное дело, мужчины, они не готовы к близким отношениям. Да, как-то вот почему-то идеализируют у нас с самого начала, это вот такие мужчины, альфа-самцы, которые меняют женщин. Для меня такой альфа-самец, это больше про такой листик сухой, который вот он от дерева как-то оторвался, и вот его куда ветерок прибьет, и вот он от женщины к женщине, и в этом никакого подвига и героя я не вижу. То есть, мужская сексуальность, она подразумевает гибкость еще. Да. А ты вот еще сказал по поводу того, что мужчины там насмотрелись порнухи, там у них лица серьезные. Ну, это же и правда, да, то есть очень часто ошибка людей, семейных пар в том, что они ориентируются на отношения свои сексуальные с точки зрения какой-то технической составляющей. Да, да. Разнообразность, а вот мы с тобой про дефицитарную сексуальность сказали, а деструктивная сексуальность, она как раз сюда ближе всего. То есть, когда для того, чтобы войти в этапы сексуального возбуждения, людям нужен постоянный какой-то экшен, постоянно какие-то новые формы, новые образы, смена локации, здесь или так занимаются сексом, потом там, если этого нет, что-то приедается, они потом начинают кричать. Порнографии я ничего плохого не вижу, я не против порнографии, но если с самого раннего детства ребенок начинает фиксироваться на порнографии, и она уже там спайдермены, секс с Золушкой, секс с Аладдин и так далее, красная шапочка, в реальности этого невозможно достичь, ну, только путем определенных манипуляций, переодеваний и так далее. И получается, фиксация идет на этих картинках в порнографии, а в реальности этого нету, и получается, женщины и близости несложно достичь, потому что есть шаблоны. Очень важный момент, да, по поводу порнографии, все равно там формируется определенная матрица. Да, да. И вот я даже, давай, вот посмотрим на порнофильм. Я за совместное. Ты видел где-нибудь, что, например, в порнофильме 8 женщин или 10 имели одного мужика? Ну, нет, ну, там максимум 3, знаешь, там, максимум. Да. А ты видел порно, где одну женщину, 28 мужиков, и там больше всего просмотров. И почему? У мужчины же формируется этот образ. Да. Он начинает воспринимать женщину не как тонко устроенную, конституцию сексуальную, а как форму грубую такую для разрядки. Да. Понимаешь? Да. Еще, так, приближаясь к завершению нашего сегодня с тобой общения, хотел вернуться к этапам влюбленности. Знаешь, тут есть фраза такая, что мужчина любит ее говорить, вот одним борщом, там, типа, сыт не будешь, если одно и то же есть постоянно, ну, намекая на то, что невозможно спать с одной женщиной на всю жизнь. И я выскажу свое мнение. Давай. Высказать свое. На мой взгляд, да, когда мы входим в этап влюбленности, там, сексуальной агрессии, так даже можно сказать, у нас, безусловно, в большей степени инстинкты просыпаются. Сексуальная энергия, как инстинкт, ведет нас на сближение. Да. И когда эти инстинкты утихают, то есть там уже включается как раз-таки наш сексуальный интеллект, который должен был быть сформирован с ранних лет развития и до сегодняшнего момента. Да. А если этот интеллект не развит, это говорит о чем? О том, что рано или поздно мужчина и женщина столкнутся с трудностями. Да. В сексуальной жизни. И они начинают задаваться вопросом, как вернуть страсть в отношениях. То есть, как, по сути, вернуть инстинкты. Но осознанность, интеллект сексуальный, они могут обеспечить мужчине и женщине еще больше удовольствия и наслаждения, нежели период инстинктов. Конечно. А люди не понимают этого. Зрелая сексуальность. Да. Они не понимают этого. Мы же с тобой говорили недавно про то, что мы планируем запуск курса по сексуальному интеллекту. Я тебе больше скажу. Я в прямом эфире случайно обмолвился. Я не помню там точно. Там уже больше тысячи заявок. Потрясающе. То есть, просто сказал о том, что будет такой курс. Причем пишут мужчины. Я сейчас с тобой записываю. У меня почему-то возникла мысль, может быть, туда и мужиков пустить. Да, конечно. Да, конечно. Или не пустить. Давай мы первое проведем без мужчин. Давай. А потом с мужчинами. Давай. То есть, потом можно будет своих мужчин звать на курс. По второму разу. Там в любом случае мы же можем давать такие, знаешь, такие рекомендации, которые женщина может делиться. Да. Кстати, девушки, если вас эта тема интересует, у нас сейчас с Дмитрием в ближайшее время, за прям вот-вот-вот, уже на следующей неделе, а на этой неделе, в общем, в ближайшие дни мы запускаем бесплатный, абсолютно, четырехдневный онлайн-курс про сексуальность, где еще более подробно расскажем про разные этапы развития сексуального у женщин, где поговорим о проблемах, про ошибки, которые мы допускаем, про родовую сексуальность, про блоки. Поэтому, если вы хотите действительно понять, что такое истинная сексуальность, не через визуальный образ своего тела, не через тактильность с мужчиной, а понять вообще, из чего состоит тот же сексуальный интеллект, как его раскачать. Потому что люди, которые, знаете, вот наивысшая форма и степень удовольствия, когда человек достигает развития своего сексуального интеллекта. Да. А по какой-то, а люди-то не хотят этим заниматься. Поэтому, если вы хотите, тема сексуальности, она одна из самых важных, потому что она напрямую взаимосвязана радость, удовольствие, наслаждение и деньги. Да. И деньги. В том числе. Да, да, да. Поэтому здесь ссылочка будет под этим видео. Переходите и регистрируйтесь. Да. Мы все пришли в этот мир за своим счастьем, за наслаждением. Причем благодаря сексу. Да. И секс – это та дверь в гармоничную, счастливую жизнь. Поэтому я за здоровый и счастливый секс. До встречи на курсе. Спасибо. Мы еще не закончили. Подожди. Вопрос еще, знаешь, какой у меня был. По поводу… Сейчас же очень модно. Женщины обучаются облазнять мужчин. Да. То есть, вот ты должна там соблазнить мужика, ходи на свидание, делать такое лицо, вот такие губы, там еще что-то. И они идут. Да. И это большая проблема. И ты знаешь, мне кажется, что нарушены все законы природы. Конечно. Никогда яйцеклетка за сперматозоидом не бегала. Ну, ты же представляешь, эти сперматозоиды. Да. Один вышел. Представляешь, да, картину себе? Ага. Один сперматозоид. Да. Выпадает из члена мужского. Ага. Ага. Такого же не было. Побеждал всегда самый сильный сперматозоид из миллионов. Конечно. Они бегут, несутся, дерутся, убивают. Десять километров, как будто бы бежит стая мужчин и побеждает сильнейший. Но там до цели добегает несколько. Ну… Они подбегают. Да. Самый мудрый. Самый мудрый. Самый продуманный. Он идет, нырмет. Гвозд отпал. Это льстит. Дырку задел. О, здорово, Галя. Ху, блин, думаю он не успел. Мои хорошие, это доказывает то, что каждый из нас, кто здесь и вообще смотрит, вообще мы все победители. Вот. Мы победители. Это наш выбор. Да. Поэтому я думаю, мы эту тему оставим в таком подвешенном состоянии. Я вообще предлагаю такую рубрику, знаешь… Мои хорошие, я добавлю. Да. Я добавлю. Единственное, что если вы пытаетесь искусственно привлечь мужчину через поведение, через какие-то сигналы, не поменявшись внутри, то это не настоячность, это вскрывается через какое-то время и вы разочаровываетесь во всех этих методиках и техниках. Я за то, чтобы поменяться изнутри и потом естественным образом транслировать то, что у вас внутри во внешнее. И этим мы и будем заниматься на сексуальном деле. Я на самом деле рад, что мы с тобой записали нашу беседу, потому что это вообще тема сексуальности, она очень интересна. Я предлагаю это делать регулярно. Давай. Ну, собственно, раз в неделю, а вы, конечно же, девушки, мужчины, проголосуйте. Оставьте лайк, если вы ждете меня в следующем выпуске. Кто из вас хотел бы, чтобы тема сексуальности озвучивалась на данном канале? Ошибки в отношениях, рекомендации, разбор каких-то конкретных ситуаций. Сегодня мы в общем поговорили, времени достаточно мало, чтобы все вместить в один выпуск. Поэтому я думаю, что мы с тобой будем очень часто встречаться и обсуждать такие важные темы. Я благодарю тебя за то, что ты пришел. Вам всем спасибо за то, что являетесь подписчиками моего канала. Я думаю, что Дмитрий у себя на канале разместит это видео. Это будет здорово и замечательно. Увидимся в ближайшее время. Всем пока-пока и до скорых встреч.